В отчете Института изучения войны говорится о том, что как будто бы повар Путина, похоже, возвращает себе расположение российского диктатора, вероятно, в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбасс. Силы Вагнера, похоже, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что является резким отклонением от предыдущих усилий Кремля. Здесь, знаете, Евгений, возможно, больше военные, конечно, эксперты могли бы объяснить этот феномен и факт, но тем не менее, если у вас понимание, почему самые обыкновенные зэки, там есть и наемники, и боевики с опытом, но тем не менее, мы понимаем, что такое костяк частной военной компании Вагнер. Они оказались результативнее, чем профессиональные военные, ну или остатки той профессиональной армии, которая еще есть после того, как их 14 месяцев тягают по всем украинским фронтам. Почему эти оказались способными на что-то, все остальные как будто бы нет? Ну, смотрите, опять же, по отслеживанию потерь. За первые три месяца 2023 года погибло больше, чем за весь 2022 год. Основные потери, которые я отслеживаю, идут особенно вот начиная там с января, да, по 31 марта, такая оценку я делал, 70 примерно процентов, 80 процентов даже иногда там, ну где-то так 70, скажем. Две трети это минимум, то есть даже больше. Это как раз Вагнера. Просто Вагнера, зэков, используют как пушечное мясо. Пригожину проще. Он их нанимает, он их откровенно не любит, ему абсолютно на них наплевать. Скажем так, средний полковник, какой-нибудь начальник дивизии, а тем более там майор, который там командир роты, должен отправить парней, с которыми он служил, которых он так или иначе воспитывал, которых он так или иначе знает, зачастую он родителей их видел на присяге, ему гораздо тяжелее использовать как пушечное мясо обычного солдата, вот кадровому офицеру. Он воевать так не привык просто пушечным мясом, его даже в Афгане там условно, те, кто проходил Афган или Чечню, так не учили. Поэтому пушечное мясо как солдат не готовы использовать, я думаю, вот какие-то такие рядовые командиры. Командиры рот, командиры полков, батальонов. Пригожину абсолютно наплевать. У Пригожина цель и задача сделать результат любой ценой. Поэтому он просто закидывает бахмут пушечным мясом. И в результате вот мы имеем такое превалирующее, да, две трети потерь, это, соответственно, зэки. И их Путину, мне кажется, даже не жалко. Ну просто, да, он даже в какой-то мере наверняка думает, что он очищает страну, по сути дела, от криминалитета таким образом. Поэтому я думаю, что здесь чисто такой вот объективный подход. Командиру сложнее послать солдата, чем Пригожинскому командиру зэка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok